В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. 5 декабря в России отмечается день начала контрнаступления советских войск под Москвой. Зимой 1941 года на полях Подмосковья решалась судьба не только нашей страны, но и будущего всего человечества. Подарок от видновского благочения получили в Торгово-промышленной палате муниципалитета. Для Торгово-промышленной палаты, для наших современных предпринимателей Ленинского округа было бы очень здорово ознакомиться с историей. В Сочи проходит международный форум добровольцев, собравший тысячи волонтеров со всего мира. Форум мне нравится, я здесь уже второй раз. Организация в этом году получше. 5 декабря в России отмечается день воинской славы. День начала контрнаступления советских войск под Москвой. По многолетней традиции сотни жителей Ленинского округа пришли на аллею славы в Видном, чтобы почтить память героев и возложить цветы к вечному огню. Среди них была и наша съемочная группа. В почетном карауле у памятника журавли жителям Ленинского района, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стали воспитанники военно-патриотического клуба «Застава». По традиции на советском проезде в Видном собираются те, кто пришел в этот день возложить цветы к вечному огню. Зимой 1941 года на полях Подмосковья решалась судьба не только нашей страны, но и будущего всего человечества. Почтить память героев тех лет и высказать дань уважения одному из важнейших событий Великой Отечественной войны пришли глава Ленинского района Валерий Венцель, председатель Совета депутатов Станислав Радченко, ветераны, представители администрации, общественных организаций, жители муниципалитета. Наш дед прошел целую войну, дошел до Берлина. Вы знаете, сегодня, в этот день, очень важный день для всех. Сложно даже представить, насколько было тяжело нашим предкам, нашим дедам пройти через все это. Большое спасибо им всем и низкий поклон. 5 декабря 1941 года началось советское контрнаступление под Москвой, что является первым крупным успехом СССР в ходе Великой Отечественной войны. В честь этого события и празднуется День воинской славы. День начала контрнаступления советских войск под Москвой отмечается с 1995 года. В этом году он является одним из мероприятий, приуроченных к подготовке празднования 75-летия Победы. Мы ведем достаточно серьезную работу к подготовке. В следующем году будет 75 лет со дня Великой Победы. 45-го года. Поэтому у нас запланировал целый цикл мероприятий. Конечно же, особое внимание будет уделено нашим ветеранам уважаемым. Около 300 жителей Ленинского городского округа в этот день возложили цветы к Вечному огню. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В продолжение темы. Накануне Дня воинской славы в горках ленинских почтили память и отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны. Мероприятие давно стало традиционным. Оно проводится уже пятый год подряд. На Аллею Победы, где расположены памятники, посвященные героям двух войн, Великой Отечественной и 1812 года, вышли воспитанники досугового центра «Юность» и активисты молодой гвардии «Единой России». Ребята, для которых не стали препятствием метель и морозная погода, вооружились лопатами, вениками и в считанные минуты убрали снег с монументов и привели в порядок прилегающую территорию. Мероприятия очень важны для молодежи, для детей, передачи памяти поколениям, воспитание патриотизма в молодежи. Важно знать и помнить такие даты. 15-летняя Виктория Корнеева каждый год принимает участие в акции. И эту почетную и символичную миссию девушка выполняет с радостью. Маленькие действия, но все же мы показываем это наше, ну, так скажем, слово спасибо, благодарность свою. И, конечно, не только один раз ребята поддерживают чистоту на Аллее Победы круглый год. 156 дней осталось до празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в районном историко-культурном центре прошел пленум Совета ветеранов Ленинского округа. Также участники пленума подвели итоги уходящего года и выбрали нового председателя организации. На пленум помимо членов организации были приглашены заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев, председатель областного совета ветеранов Виктор Пикуль, представители органов местного самоуправления и общественности. На повестке дня несколько вопросов. В числе главных подготовка к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Московской области, в каждом муниципальном образовании, во всех ветеранских организациях, практически во всех общественных образованиях составлены планы подготовки к этому славному юбилею. Сейчас на территории Ленинского округа проживают чуть более 60 участников Великой Отечественной войны. Немного их и во всем Подмосковье. Виктор Пикуль рассказал о ряде мероприятий социального характера, которые будут реализовываться, чтобы каждый ветеран мог встретить День Победы максимально комфортно. Взять на контроль и сделать все, чтобы каждый человек, фронтовик, а их в Московской области чуть меньше 4 тысяч проживает на сегодняшний день, был под особым контролем и вниманием со всех сторон с точки зрения медицинского обеспечения. Тема решается так. За каждым фронтовиком персональный врач. Также на пленуме был избран новый председатель Совета ветеранов муниципалитета. Им стал Сергей Бойков. А новую структуру местный совет старейшин при Совете ветеранов Московской области возглавит Василий Мартынчук. Благочины церквей Винновского округа священник Дмитрий Березин передал в дар представителям торгово-промышленной палаты Ленинского округа выставочные стенды с изображением предпринимателей дореволюционной России, помогавших русской православной церкви. Два года назад Винновское благочение в Доме культуры Буревестник проводило выставку, посвященную известным меценатам, которые трудились на территории Московской области. С тех пор эти стенды хранились в Георгиевском храме. Мы подумали, что для торгово-промышленной палаты, для наших современных предпринимателей Ленинского округа было бы очень здорово ознакомиться с историей, посмотреть, какие были производства, потому что многие из них были градообразующими. Ну и главное, что увидеть в примерах дореволюционных предпринимателей социально ориентированность. Торгово-промышленная палата с благодарностью приняла этот подарок и уже нашла ему применение. У нас, если вы знаете, на сегодняшний момент есть программа для школьников, это бизнес-инкубатор, где мы рассказываем нашим старшеклассникам о том, что такое бизнес, азы бизнеса и как нужно заниматься бизнесом. Мы, наверное, воспользуемся этим подарком и непосредственно на этих мероприятиях будем организовывать некую выставку, на которой будем показывать эти картины. Я думаю, молодым предпринимателям, ученикам будет это очень интересно посмотреть. Предприниматели назвали подарок символичным. Оглядываясь назад, можно увидеть ориентиры среди успешных деловых людей прошлого, которые в том числе занимались благотворительностью и помогали нуждающимся. Без нашей истории, без нашего прошлого не может быть будущего. И мы это должны понимать, и даже как предприниматели мы должны это понимать. То, что это становление, это царская Россия, это те люди, которые начинали фабрики, заводы. Потом это, конечно, все разрушилось, но на данный момент мы поддерживаем предпринимателей. В ближайшие дни пройдет очередной семинар торгово-промышленной палаты в Булатниковском поселении, где также будут использованы материалы с выставки. В эти дни в Сочи проходит международный форум добровольцев, который объединил тысячи волонтеров со всего мира. Форум приурочен к пятилетию зимних Олимпийских игр в России. На празднике доброты находится и наш корреспондент Юлия Пагасьян, которая запечатлела происходящее вокруг на камеру мобильного телефона. Главный медиа-центр города Сочи. Здесь со 2 по 5 декабря проходит международный форум добровольцев. Ключевое событие для волонтеров России. В течение этих дней участники посещают многочисленные лекции, куда организаторы пригласили топовых спикеров. А в основном в зале медиа-центра представлены стенды различных волонтерских объединений. Гостям предлагают стать частью интерактива. Форум мне нравится. Я здесь уже второй раз. Организация в этом году получше. Мне очень нравятся вот эти вот все подарки. В викториях интересные лекции проводят. Более 6,5 тысяч участников. География широкая. От Москвы до самых отдаленных уголков России. То и дело встречаешь иностранную речь. Ведь форум добровольцев 2019 собрал вокруг себя волонтеров со всего мира. Лекции и круглые столы проходят на двух языках – русском и английском. На том, что международный форум, потому что здесь и много молодежи, и много из других стран, из 120, как сказал вчера Сергей Кириленко. Ну, мы были приглашены тоже как серебряные волонтеры из других регионов. Завершится форум 5 декабря масштабным концертом, в рамках которого будут подведены итоги конкурса «Доброволец России-2019». Юлия Погосян, Ольга Садовская, ВИГНЕ ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.